Музыка Сейчас все покажем Вот ребята, которых мы видели Мы на горе Бабадаш на высоте 1200 метров И это первая точка Если вы сюда приедете в июле, августе, либо сентябре То вы сможете подняться еще выше Вот ребята пошли, с которыми мы разговаривали С Австрией, они тоже готовятся Вот тут можно увидеть Так выглядит парашют Раньше времени Бону у него Не улетел Очень тоненький материал такой Они стартовать вместе хотят У-ху! Это круто! Он не смог стартануть. Сейчас еще один. Вот у него непонятно что-то произошло, и парашют запутался. Он не смог стартануть. Парень, с которым мы разговаривали внизу, вот с девушкой с Австрии, увидел, видимо, шок в наших глазах, когда у одного из парапланиристов не сразу раскрылся парашют, он как-то запутался, и он остался наверху. Он подошел к нам, объяснил все, сказал, это бывает, это как бы норма в этом. Ну, как бы главное вовремя среагировать, как бы никакой опасной ситуации не было. Но сейчас погодные условия не такие хорошие для прыжков, потому что ветер немножко сильный. Когда ветра вообще нет, это тоже плохо. Он сказал, если прыгаешь больше, чем год, то такой ветер нормальный. Если без экспириенса, конечно, такой ветерок не очень. Да, лучше, надо опыт. Вообще, очень классные ребята. Очень классно поболтали, он нам все рассказал. Просто уговаривалось нас тоже сделать этот шаг все-таки и попробовать вот эти ощущения, потому что они просто незабываемые. Ну, возможно. Игорюня так настроен, но из-за того, что мы вчера узнали, что ему нужен даже специальный инструктор, специальный парашют из-за веса больше 100 килограмм, то это уже как бы все-таки ответственность. Ну, понятно, что, как сказали вот эти ребята, кстати, мы не узнали их имена, поэтому будем говорить так, что это все у нас в голове. Я с этим полностью согласна, но кто-то перешагивает это и идет, и делает. Мы пока, наверное, к этому не готовы, к этому надо прийти. Ждет ветра. Сказал Магат. Несколько прыжков практически. Вы не видите, но он намахает. О, он намахает, точно. Субтитры сделал DimaTorzok Ресторанчик здесь на высоте 1200 метров. Ну, вот эти, на самую высоту. Там кабинки даже не ходят, не работают. Тут есть амфитеатр такой, можно просто посидеть и позалипать на эти виды. Кабинки большие, вмещают 8 взрослых людей до 800 килограмм. Пойдем пить чайном балкончике. Парасчутисты все, парапланиристы, параглайдеры, как их называют. Уже все стартанули. Уютное местечко такое. Таким панорамным видом. Туристов мало. Как круто приезжать в не сезон. Конечно, нам еще очень повезло с погодой. Тысяча коврадеры. И Каруня на меня смотрелся. Я тоже себе взял, кстати. Вначале сказал, что только одну лайк. Продолжение следует... Немножко спустились уже вниз. Не немножко, а на 1200 метров. И залипаем на цвет воды. А вот и долина. Бабочек. Пепка, держу. Кайфурик, ты куда там залез? Давай, я покажу. Я покажу. Можно я покажу? То, что мы видим, этот пляж еще делают. Там, по-моему, ничего не готово. Ну, к сезону точно все будет. Парковка возле дороги. Как раз у нас было местечко. Да, здесь смотровая, она получается возле дороги. Если вы наберете Долина Бабочек, вас приведет сюда. Места парковочных здесь немного. Если будут и другие туристы, то... Ну, хотя нет. Почему? Вот тут можно парковаться еще. Я думаю, что еще машина две точно влезет. Я иду вот так вот вдоль дороги прям. Здесь очень аккуратно только надо. Хочу здесь посмотреть. Вдали. Кораблик какой малюсенький. Везут туристов в Долину Бабочек. Обычная дорога. Корный серпантин. Без ограждения. Честно признаться, немножко жим-жим. Очередная остановка. Танюша пошла спасать черепаху. Она испугалась даже. Давай я тебя сейчас куда-нибудь повыше сразу, чтобы тебе не лезь. Повыше там будет еще другая дорога. Ну, а что делать? Она же туда шла. А-а-а! Что было? Она меня лапкой все так вот затронула. Ты больше испугалась. Ступай, малышка. Ступай, малышка. Ну, представляешь, как бы ей здесь залезать было тяжело. Да. Все? В никуда, в горах. У-ху-ху! Две! Машина. Вижу. Едем туда. Мы приехали вот оттуда. Пересекли этот горный хребет. Обогнули гору. Еще одна черепаха. Ага, молодец. Она наверх ползет. Умница. Проезжаем в горах. Такой интересный, я так понимаю, это как отель. Вот. Солнечные батареи. Слышу курочки там. Туда пошел человек. Бассейн. С большим рюкзаком. Как в походы ходят. О, птички здесь. Здесь прям, кто хочет прям умиротворение и воссоединение с природой, вот вам вот сюда. Это где-то на пути от долины бабочек в Каш. Тут просто скала и зеленые поля. Настолько зеленые, что даже вот как в Ирландии напоминает. Хотя здесь же жарко. Он на скрипке будет играть. Он раскладывает скрипку. Парень приехал со скрипкой. И он сидит, играет. Птички на заднем плане. Не хочется даже его беспокоить болтовнёй. И вот так вот любуется. Настраивает сейчас по специальному приложению в телефоне скрипку. Так, здесь просто обалденная природа. Дорога очень сложная сюда. Вроде таких видов стоит. Проезжаем город Калкан. Вон вот так все дома расположены на склоне горы. Беленькие домики. Красивый пляж. Конечно же, тоже лазурная красивая вода. Закатное солнце. Время 10 минут 6. Мы всё в дороге. По таким горным серпантинам проверяемся в Каш. Ещё заедемся на пляж Капуташ. Впереди такие тёмные дома. Такое чувство, что это как старый город. Возможно, это сделали просто по старину. А мы уже подъезжаем к пляжику пару метров. Смотрели видео в туристический сезон. Тут вообще негде припарковаться. Сейчас посмотрим, как тут место будет. Вот наше место. Можно? Идеально, смотри, для нас готовилось. Конечно же, сильная половина нашей пары не удержалась. В лице Игорюни, конечно же. Он пойдёт купаться. Солнце уже в зените. Так, лучше долго не думать. Свет воды, конечно, здесь обалденный. Но я скажу, после Голубой Лагуны, ну, как-то я ожидала большего, скажем так, от пляжа Капуташ. Ну, сюда однозначно стоит приехать, увидеть. Но если бы я знала это раньше, я бы вначале приехала на пляж Капуташ, если была такая возможность. И потом только на Голубую Лагуну. То есть, начинать, наверное, с Каши и ехать потом в Фетхи. Да, там уже места новые смотреть. Потому что, да, прям ожидание. Вода, конечно, цвет воды обалденный, прям-то как картинка. Очень голубой. Ну, в Голубой Лагуне тоже. Но помимо этого, в Голубой Лагуне ещё много чего красивого. То, что тебя окружает. И плюс, конечно, парапланиристы тоже добавляют какой-то такой своей изюминки. И такого нету нигде. По крайней мере, то, что я видела. Горюня сохнет, обсыхает. Мы обгорели сегодня, пока были на горе Бабадаш. В горах находишься, не чувствуется этого. А вот когда спустились, сейчас прям видно, что у меня кожа так подгорела. Руки тоже немножко подгорели. Так что заедем ещё в Каши в аптеку. Купим какой-нибудь после загара специальный лосьон с понтенолом. В общем, двигаемся дальше. Мы заселились. Комната у нас 404. Нашли ресепшн. Находится немного в другом месте. Ну, как немного. 200 метров мы пешком в гору шли. Сразу, как заходим с правой стороны, здесь уборная. Туалет. Небольшая, но всё видно, как будто новая. Раковина, кстати, большая. И большой душ с окном. Здесь у нас шкаф. Посмотрим. Возле шкафа тоже есть окно. Шкаф с дополнительным одеялом. Тут же стоит холодильник, подушка. Тут у нас кровать. Большая двуспальная кровать. Это я уже там повалялась, помяла. Такая модерновая люстра. И настольная лампа. Полотенчика нам положили. И тапочки. Называются эти апартаменты... Вот так, если видеть. Гранда апарт. Зеркало. Ой, сори. С полочкой. Телевизор. Но это не главное. Это мелочи. Кондиционер, конечно, тоже есть. Не сказала. У нас огромная терраса. Сейчас закат. Здесь чакузи. Нам просто только что помыли балкон. Он мокрый. И столик еще отставили. Здесь такая как барная сделана стоечка. Столик. Можно завтракать здесь. Вид на каш. Полностью. Вот там мечеть. Закат. Я не могу ближе подойти. Тут мокро. Но вид просто шикарный. Вот такой вид. Вот так выглядит само здание. С одной стороны. Внизу бассейн. Наполнен. Вот так вот сверху покажу. Тогда, чтобы видно было. Спускается. На ступенечках туда можете спускаться. К бассейну. Примерно на четыре машины, наверное, парковка будет. Это не считая двух парковочных мест, которые находятся прямо возле входа. Релакс-зона есть. Пойдем налево. Конечно же, это все к сезону приведут в порядок. Те гамаки. Все будет выглядеть гораздо презентабельно. Барные стулья. Кто-то прокинул его. Ну, вообще, тут можно посидеть вот так. Что-нибудь перекусить. И полюбоваться видами. Не во всех апартаментах есть своя кухня. Кухня есть внизу. Сейчас покажу. Так, если здесь, спускайтесь. Тут есть общая кухня. Вот, она всегда открыта. Тут есть вон сковородки, доски, посудомоечная машина, плита. Ну, все необходимое, в общем, если вы хотите что-то себе приготовить. Есть подсобное помещение. Вот, здесь можно постирать вещи. Сушилки, стиралки. Ну, такая мини-прачечная. Возьму утюг. Потом вернем его обратно. Надо погладить вещи. Взяла утюг. И идем в номер. Сейчас покажу дорогу. Это, получается, мы идем с минус второго этажа. Если заходить с главного входа, тут там всего один пролет, получается. Но подъем сюда очень на машине. Не знаю, для меня он тяжелый. Машина даже иногда пропуксовывает. Так, это минус. Первый, наверное, этаж. Это как раз-то главный. Входная дверь здесь. Вход, если с улицы входить. И у нас первый этаж. Фу. Даже немножко запыхалась. Туда. Запасная курова стоит, кому надо. И заходим у нас в номер 404.